Пенсионерка Антонина Новикова из Кирабграда недавно с трудом выкарабкалась из ковидной хвори, просыпаясь по ночам от звука надомной весенней капели. И пока муж был на работе, 67-летняя тетя Тоня подвесила веревку под потолком, чтобы вода бесшумно стекала в тазик. С мартовскими неудобствами женщина-инвалид с больным позвоночником могла бы и смириться, если бы с потолка не капала не месяц-другой, а семь лет подряд. В 2015-м Новиковы купили квартиру в практически новом трехэтажном доме на Лермонтово, 77, построенном для бывших детдомовских детей. Практически сразу после новоселья с потолка из-под люстры потекла вода. Сначала мокла лишь в большой комнате, сейчас практически везде. И на кухне, и в прихожей их однокомнатной квартиры. После первого локального потопа к Новиковым наведался сам мэр округа Александр Оськин, а с ним застройщики. По словам тети Тони, проверяющие с удивлением смотрели на потолок, охали-ахали, а потом ушли. Позже подрядчики поколдовали на чердаке, и у соседей в квартирах на третьем вода перестала капать на головы. У Новиковых все осталось как прежде. Два месяца в году по весне жильцы квартиры с подмоченным номером 14 вынуждены жить в полутьме, пользуясь лишь настольными лампами. К концу зимы все люстры хозяин квартиры свинчивает, провода изолирует, чтобы к потопам пожар еще не добавился. В мокрую пору тетя Тоня ежедневно по три ведра такой воды сливает в унитаз. Проблема не в дырявой крыше, она как раз целехонькая. Но на чердаке утеплитель из-за перепада температур становится влажным, намокает, замерзает, а по весне из-за циревшей подкладки вода стекает как раз в квартиру Новиковым. Похоже, на гидроизоляции строители сэкономили. Ходить по судам немолодой семейной паре проблематично, да и денег на адвоката у них нет. Соседям в этом смысле повезло. После жала подрядчик протянул по чердаку шнур с подогревом. Теперь в их квартирах вода с потолка не бежит, но у Новиковых мокрые мытарства продолжаются. Продолжение следует...